Вот так. Спасибо большое, Андрей, вам слово. Наверное, он не оступился, вряд ли применимый к его состоянию, статусу термин. Скорее, вот он действительно в воле и случае жесточайший такой стресс перенес. И в этом плане, конечно, искренне сочувствие ему, но, безусловно, надо дальше жить. И ресурсы у него, как у совершенно молодого человека, безусловно, есть. И, наверное, ему нужно мобилизоваться, как бы это ни было сложно, и дальше продолжать нормально функционировать. Это вполне по силам. Спасибо. Елена, вы будете продолжать дальше помогать Роману? И как? Да, в суде. Мы вернем квартиру. Я звонила в Москву, разговаривала с очень грамотными юристами. Они сказали, что процентов на сто возможно вообще ему ее вернуть полностью. Потому что бабушка, она формально оформила эту квартиру на родственников и не на Лилю, тетю, а на свою родную сестру. Она ее просила перед смертью. Они не выполнили волю бабушки, последнюю, которую она просила ребенка не оставлять на улице. Она неоднократно им звонила, просила привезти документы, потому что не знала, как это грамотно делается. А я поговорила с бабушкой, убедила ее. И уже проверять, ну действительно, кто я такая, я пойду проверять, как они, насколько грамотно оформляли документы. Конечно, это уже не мое дело было. Но не ожидала я. И Лиля мне говорила, мы с ней поразговаривали по телефону много раз. Я могу взять все распечатки, что после телефонного звонка с Лилей я звонила тут же Марье Сергеевне. Лиля говорит, она отказывается. Я говорю, Лиля, я с Марьей Сергеевной поговорила, она согласна. Приезжайте, переоформляйте, иначе Рома останется на улице. Ну дай бог, не останется, все будет хорошо. И соседка Клавдия Ивановна. Да, мы сейчас еще продолжим разговор, выслушаем только звонок телезрителей. Алло, здравствуйте, говорите, вы эфире. Здравствуйте, девушка, скажите, вот Дмитрию Кислицынцу бы вопрос хотели задать, можно? Задавайте, пожалуйста, конечно. Меня зовут Матыцына Вероника. Есть у нас такой гражданин Матыцын Иван Вячеславович, который в течение более 8,5 лет наносит мне ребенку побои. И как бы милиция мне не помогает. А что это за человек? Он с улицы просто? Нет, бывший супруг гражданин Матыцын Иван Вячеславович. Бывший супруг. То есть как бы уже и прокуратура в курсе, и все. Но вот у меня Дмитрий Кислицын, это последний, наверное, шанс. Потому что у меня ребенок лежал в больнице. То есть нарушаются наши права. Сейчас мы просто покинули свою квартиру и там не проживаем. Потому что вот этот гражданин, вышеупомянутый, подкарауливает нас именно по тому адресу. Коротко давайте сейчас ответим на этот вопрос. Уже все, я думаю, что отвечать можно. Что делать сейчас человеку в этой ситуации? Куда обращаться? Ну понятно, если человек считает, что у меня последняя инстанция, надо в любом случае разобраться. Сначала обратитесь ко мне, к моим регистам. Я подключусь. Телефон, может быть, городской сказать. Да, 34-95-96 и 34-90-01. Два телефона, по которым, в общем-то, в рабочем режиме с 9 до полушестого, с полу-девятого до полушестого. Я подключусь, оставите заявление. Можете по электронной почте, можете просто по почте, можете по телефону обращения. Это случай недостаточно часто встречающийся, к сожалению. Думаю, что мы здесь подключимся и поможем семье. Богатый наследник Роман Богданов потерял две квартиры и кучу денег. Родная бабушка перед смертью переписала свою квартиру на родственников, чтобы Роман мог в ней жить, но не сумел бы продать жилплощадь. Но как только женщина умерла, парень оказался на улице. Итак, мы находимся в студии «Горячая линия». Сегодня мы обсуждали проблему жизни Романа Богданова. К сожалению, он к нам в эфир так и не пришел. И мы сейчас уже подводим итоги, даем какие-то конкретные советы, потому что этот человек сейчас находится здесь, на телеканале, и он смотрит этот эфир. Елена, давайте мы с вами закончим. Вам слово, пожалуйста. Вы знаете, я бы хотела добавить, что в полных семьях дети попадают в разные неплохие ситуации. Родители не говорят, что ты не слушаешься, ну и не слушайся дальше. Стараются наставить их на путь истинный. А здесь получается... Да, взрослые люди, что говорить о детях, когда взрослые люди попадают в какие сложные жизненные ситуации. А здесь ребенок, который с 13 лет видел только горе. Маму 29 на живых ран, папа на руках умер. Ну, за все он ответит перед Богом. Я считаю, что не родственникам его наказывать. Но родственники, я так понимаю, вообще никакого участия в его жизни. Вы чужой человек, да. Ольга звонила, подруга матери, чужой человек. Где родственники? Они есть? Они живы, здоровы? Ну, они только говорят, что ты не лезь, а то тебе башку оторвем. И все, да? Да. Я думаю, что мы на этом закончим. В общем, сейчас я слово передаю Наталье Токмагашевой. С вашего позволения, я буду категоричной. На самом деле, у меня тоже бывали разные ситуации в жизни. Я не намного старше Романа, и со мной никто не нянчился. И вот мне кажется, что Роман сам во всем виноват. Просто, наверное, нужно иногда включать свою голову. И, ну, Роман, сейчас на самом деле еще есть шанс тебе не так много лет. Я думаю, жизнь сначала можно начать. Главное, как я уже говорила, взяться за голову. А вот, Наталья, вы как считаете, вообще есть у него шанс какой-то, какой выход вы видите? Совершенно молодой человек. Во-первых, надо понимать, что наша жизнь двигается независимо от нас. Если ей помогать двигаться, выбрать цель, начинать потихонечку, пусть эти дела какие-то с жильем себе там параллельно идут. Ну, наметить цель и идти ее, ну, вот как возможно вообще. Ну, и со своей стороны я могу предложить свою помощь именно в конструировании жизни, поскольку лайф-коуч – это буквально в смысле ведущий за руку. Ну, конечно, только при наличии желания самого Романа. Ну, понятно. То есть уже много человек хочет ему помочь. Спасибо большое, Наталья. Человек в любом возрасте может оступиться, и не всегда на его пути окажутся люди, действительно готовые помочь. Здесь другая ситуация. Но шанс все равно исправиться все-таки должен быть. И это в силах уже взрослых, состоявшихся людей, которые сегодня находятся в нашей студии и по ту сторону экрана. Берегите себя и своих близких. До встречи ровно через неделю. Ром, уже закончился эфир. Все, иди сюда давай. Ром, все попадают сюда. Что мы хотели бы получить? Что вам нужно вот сейчас конкретно? Понятное дело, что имуществом уже занимаются. Да, вот сейчас не будет. Вы в армию поможете ли ходить? Какие-то вещи? Вы знаете, у меня сын спать в армию. Пришел другим человеком. У тебя какие-то проблемы в здоровье у кого-нибудь есть? Ты в Казахском учился. Кстати, я когда-то помогал тебе поступать в Казахском. Может, ты мою фамилию слышал? А фамилию Будунов знаешь, да? Да, конечно. Ну, я с ними знаком со всеми тоже. Мне почему информация от них шла? Конечно, все пытались помочь. Теперь он, Женя, да-да-да. Я так же его тоже видел этот раз. Что он хочет, Ром? Может, мы тут все ему предлагаем, а ему ничего не надо. Нет, вот смотрите. Нет, в армию пошел. Давайте посмотрим по вашей судьбе. Вы попали в Кадетский корпус. Вам там вообще нравилось или нет? Ничего так вот по этой самой. Потому что вот у меня сын попал на Камчатку. Мы, конечно, с отцом хотели его оставить здесь. Папа подполковник в Астанке. Но мы сделали все возможное, чтобы отправить. Не то, что не мешать. И парень отслужил. Во-первых, на Камчатку люди платят большие деньги. И каждый день звонил там и говорил, там, кто-то приплыли, кто еще. Да, суть не в этом. Еще надо понимать, что в армии это год. Год пролетит вообще незаметно. Если ты для себя решишь остаться, может быть, в армии, дальше продолжать службу в качестве вольненаемного. Контракт заключишь, это все для тебя. То есть это для тебя фактически. Контрактная служба – это жилье, это обеспечение, это деньги неплохие. Тем более ты не думаешь, это три года контракт же, да? Ну там их можно продлевать, естественно. Мало того, вы можете его заключить, не обязательно там где-то будете служить. Это выход. Это выход из ситуации. Давайте так, я проговорю с военкомом, насколько возможно. Надо понимать вообще по состоянию здоровья. А без регистрации можно? Ну я по этой говорю, что речь-то как раз о том, что ну ты же россиянин, ты же российское гражданство имеешь. Мы решим вопрос, я думаю, все с этим строительство. Просто не надо бояться, не надо бояться. Сразу запросить себе вот так внутренне для себя хороший коллектив, хорошие… Ну для тебя это был бы весенний призыв, это был бы очень хороший вариант для тебя просто. Да. Я же говорю, у меня сыну предложили сразу остаться. Одежда для ведущей предоставлена салоном Флирт. Редактор субтитров А.Семкин